В последний день сентября погода преподнесла жителям нашего региона сомнительный подарок. Впервые за последние три с лишним десятка лет в Донбасс пришла пыльная буря. Эксперт ТВ-сферы по погодным явлениям Сергей Змеев поднял архивы. Вчера мы наблюдали над нашим городом классическую пыльную бурю. На нашей территории она бывает очень редко. Последний раз наблюдалась весной 1983 года. Очень часто пыльные бури наблюдались до середины прошлого века. Но в Советском Союзе была проведена большая работа по созданию специальных посадок. И это резко снизило такое явление, как пыльный буря. Но за последние годы очень мало велось работы. В этом направлении посадки заросли. И это снижает их эффективность. Также необходимо поддерживать порядки, существуют специальные водоемы, но и культура вспашки земель. Должны оставляться в промежутке травяного покрова. Изучив карту погоды, наш метеоролог выяснил, откуда растут ноги у пыльной бури, наблюдаемой харцизянами. Пыльную бурю к нам принес сильный юго-восточный ветер. Это из северного Казахстана через Калмыцкие степи. Там сейчас большое количество распаханных земель, урожай сняли. И поэтому сильный ветер легко поднял верхний слой почвы. МЧС ДНР разослал жителям республики СМС-сообщение с информацией о пыльной буре и просьбой по возможности воздержаться от прогулок. Почему рекомендации МЧС не следует пренебрегать, объяснил Сергей Змеев. Это опасно в том смысле, что вместе с почвой поднимаются и остатки удобрений. А уж они, в свою очередь, влияют на дыхательные пути. Ну и для тех, у кого есть эргия, само собой даже почва является неприятным явлением. Почва, принесенная в наш регион 30 сентября с полей Казахстана и Калмыкии, в тот же день тонким слоем осела на крышах домов, машинах, тротуарах и деревьях. Будет ли продолжение? Синоптики дают обнадеживающий прогноз. Скорость ветра в течение нескольких дней значительно снизится. И повторение такой пыльной бури в ближайшее время вряд ли возможно. Уже больше суток сильный ветер испытывает на прочность зеленое насаждение Харциска. Несколько деревьев как в центре города, так и на его окраинах все-таки не выдержали порывов стихии. Бригады горсвета последовательно устраняют последствия урагана. Вчера мы работали по вокзальной улице, металлургов 17, удаляли два дерева полностью под корень, так как сухие были, ветром ломало много. По вокзальной убрали два каштана, клем, ясень белый, тоже удалили полностью поломанные. А по металлургу два тополя сухих. Ну а остальное мы допиливали снизу, чтобы не поднимаясь на вышки, так как мы в такой ветер не имеем права подниматься. Нам запрещено по технике безопасности. В микрорайоне металлургов во дворе 14-го дома сухой тополь вывернуло с корнем. Падая, он зацепил ветками небольшую беседку и соседнее зеленое дерево. И если беседка еще послужит жильцам пятиэтажки, то тополь, хоть и живой, но уже накренившийся, бригаде горсвета сегодня пришлось спилить. В целом ураганный ветер, как говорится, наломал немало дров. Если измерять в лафетах, четыре лафета. В среднем лафет это четыре кубометра. То есть получается 12 кубов где-то. Рабочие коммунального предприятия «Стимул» спешат убрать горы сухой листвы. Вместе с пыльной бурей по Харцизку пронесся досрочный листопад. В последний день сентября 5000 абонентов Харцизского РЭСа остались без электроснабжения, преимущественно жители частного сектора. Но уже к 9 часам утра 1 октября значительная часть поврежденных линий электропередач была восстановлена. На сегодняшний день уже выполнено 50% до 60% выполнено. То есть работает в усиленном режиме подразделение Харцизское. Вчера три бригады работало, сегодня четыре бригады работают только на Харцизке. Поэтому работы ведут, ведут до самых максимальных по времени возможностей. Поэтому работы ведутся. Все остальные службы без ЧП, только частично деревья. Ну, в принципе, в этом году мы хорошо уже почистили деревья, уже такое массово, как зимой, нету падений. Ну, у нас по РЭСу самое многочисленное, то, что работы приходится. Остальные все работают в штатном режиме. Информация обо всех авариях собирается диспетчерской службой администрации Харцизка. Много звонков, ну, скажем так, не такой уж квал. То есть люди понимают, что видят погоду, что происходило, и тем более вчера даже с той же пылевой бурей, которая происходила, то есть люди видят своими глазами, поэтому, я думаю, они адекватно относятся и ждут, что, естественно, мы принимаем меры. И мы, естественно, информируем у себя на страничке людей, то есть люди как бы осведомлены, что там порывы, ведутся работы. То есть мы людей стараемся информировать. Согласно исследованиям, проведенным 1 октября в ДНР, было выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев. Умерли 7 мужчин в возрасте от 44 до 90 лет и 3 женщины в возрасте от 68 до 83 лет. Таким образом, по состоянию на утро 1 октября подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 3580. На лечении находится 1269 пациентов. Выписаны – 2106 человек. Летальных случаев – 205. В среду 30 сентября в Донецке состоялся брифинг на тему «Актуальная эпидемиологическая ситуация в Республике». В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения ДНР Александр Левченко, который сообщил о готовности ведомства к возможному росту заболеваемости COVID-19 в Республике. На сегодняшний день в Республике развернуто для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 2082 кой. По состоянию на 30 сентября занятых 692 койки. Развернуты койки интенсивной терапии для оказания помощи пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке и неотложных мероприятиях. Развернуты специализированные койки там, где у нас есть сопутствующая патология в виде хронических заболеваний, в виде осложнений при течении данного заболевания. Предусмотрены койки как для детского населения, так и для взрослого. Предусмотрены койки и для беременных, для проведения родов в случае, если женщина болеет новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день система здравоохранения обеспечена необходимым оборудованием медикаментов. Вчера среди активных пользователей интернета разгорелись дискуссии по поводу очередного исчезновения буквы с инсталляции «Победа», что установлено у вечного огня. На этот раз исчезла буква «О». Как нам удалось выяснить, буква была повреждена и ее демонтировали работники горсвета. Вчера по пути следования машина ехала наша с рабочими на осмотр светофоров плановый. Было обнаружено, что от надписи оторвана буква «О». Буква «О» была демонтирована и сейчас, в данный момент, пытаемся ее восстановить, привести ее в порядок. Сегодня, во второй половине дня, инсталляция и вовсе была разобрана бригадой горсвета. «Победу сейчас мы повезем к себе в горсвет. Там ее постараемся восстановить максимально красиво, потому что буква «О» раздавлена. Потом сказали нам, что предварительно будут ставить возле музыкальной школы ее, когда мы ее восстановим. «Ушедшие в рай». Акция с таким названием прошла сегодня утром в 25-й школе. Мероприятие было посвящено памяти детей Донбасса, погибших от рук украинских карателей и приурочено к 6-й годовщине артобстрела Донецкой школы номер 57. Всего за время войны на Донбассе погибло более 300 детей. Более 500 – ранено. Сегодняшнее мероприятие очень важно в жизни нашей страны. Особенно то, что мы сегодня чтим память. День, который провозглашает память погибших детей республики. Этот день в каждой школе, в каждом детском мероприятии, в каждой организации является очень важным. И в этот день мы присвятили первый урок Дню памяти погибших детей. В течение получаса школьники читали стихи, посвященные трагическим событиям на Донбассе. Вспоминали погибших учеников школы. Мероприятие получилось довольно трогательным. Ребятам раздали вырезанных из бумаги ангелов, на которых предложили написать какие-нибудь пожелания. Можно предположить, что основной просьбой детей была просьба о мире. Бумажных ангелочков наклеили на большого ангела. Главный элемент – инсталляции. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу, установленному в память о пяти выпускниках 25-й школы, отдавших свои жизни в боях за Родину. 2 октября 1834 года Александр Сергеевич Пушкин, находящийся в Болдино, закончил сказку о золотом петушке. Там есть такие строки «Вот мудрец перед Додоном встал и вынул из мешка золотого петушка. Посади ты эту птицу, мол, он царю, на спицу. Петушок мой золотой, будет верный, сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно». Говоря по современному, царю Додону на особых условиях предоставили гаджет с функцией голосового помощника. Устройство не только показывало направление ветра, но и предупреждало царя о возможных поползновениях недоброжелателей. Казалось бы, живи да радуйся, но все закончилось печально. Царствующая династия была истреблена неведомой силой. Последним пал сам Додон, клюнутый в теме многофункциональным гаджетом под названием «золотой петушок». Кстати, флюгеры в виде петуха всегда пользовались большим спросом. Птица эта у многих народов считалась оберегом от нечистой силы. Главное хорошо закрепить устройство, чтобы оно упало сверху, не причинило неприятностей. Днем 2 октября все флюгеры в нашем регионе будут дружно смотреть на юго-восток. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Температура воздуха около 21 градуса. Переменная облачность, возможны осадки. Ночью температура воздуха 13 градусов. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. Переменная облачность. КОНЕЦ